В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня сооснователь конструкторского бюро «Аврора» и генеральный директор «Аврора Роботехса» Виталий Савельев. Здравствуй, Виталий! Расскажи, пожалуйста, вот на днях буквально была выставка, инновационный форум «День поля». На выставке был представлен ваш экспонат, уникальный, наверное, робот-трактор. Вот что это такое и как он работает? Да, совершенно верно. В рязанских полях на выставке «День поля» мы представили агробот. Это младший из семейства тракторов от тягового класса до тонны. Это, по сути, автономный робот, который способен выполнять полноценно агротехнические операции в зависимости от того, какие задачи он должен решать. То есть это робот, которым можно прицепить навесное оборудование и выполнять обработку почвы, посадку урожая, сбор какой-то. Отличие его от обычного трактора, соответственно, в том, что там нет кабины, и управляется он автономно и контролируется посредством диспетчерского центра. В этом году мы уже планируем начать такие масштабные испытания на одном из агрохолдингов Рязанской области. Предполагаем, что сразу несколько агроботов примут участие в этих испытаниях. И в процессе их будет выполнено ряд технических операций по посеву озимой травы. Это порядка шести операций, которые предстоит сделать. Культивирование, оборнование, почвы, посадка. Где-то уже через месяц стартует эта работа. Достаточно большое поле. Нужно отметить, что это такая беспрецедентная акция не только для регионального или российского значения, но фактически для мирового. Потому что сейчас как раз различные научные коллективы, различные компании, которые занимаются инновациями в этой сфере, как раз находятся на уровне тестирования и опытного внедрения этих технологий. И то поле, которое предстоит нашим роботам освоить, порядка 50 гектаров. Это достаточно значимая площадь. Например, подобная ферма в Европе, которая в настоящий момент тестируется, это всего лишь 1-1,5 гектара. Она называется «Хэнсфри ферма». И в принципе задача у нас схожая. Это в автономном режиме, без доступа человека, вырастить какую-то культуру. К этому проекту подключаются несколько еще компаний-партнеров. На Рязанской земле мы очень плотно работаем с Рязанским радиотехническим университетом. У нас такая плотная научная связь, коллаборация уже давно пошла. Подключились также к проекту несколько разработчиков в сфере CRM-платформ управления дневником сельского хозяйства. Это такой новый инструмент, который позволяет новому поколению агрономов, уже новому цифровому поколению, не просто путем каких-то тетрадок, каких-то записей вести учет и адаптировать культуры, а в принципе посредством цифровых платформ, за счет анализа снимков с космоса, учета вегетативности почвы, прогнозировать, определять, какие культуры лучше сажать, где есть зоны посева, недосева, это фактически как раз такой серьезный шаг к такому цифровому земледелию, точному земледелию, когда есть возможность уже локально воздействовать на какие-то участки, не просто там засеять большое поле в несколько сотен гектаров, из которого там часть может плохо взойдет, часть там каким-то насекомым будет повреждена. Здесь уже и происходит момент точной обработки, когда там каждый квадратный метр фактически на счету. Роботы позволяют намного более точно вносить и посевные материалы, и какие-то химические удобрения. Это и экономит, в принципе, данные расходные материалы, ну и также ведет к более эффективному использованию земель, более высокой урожайности. Вот вы упомянули про дневник агронома, а если подробнее, что это такое? Допустим, вы агроном или владелец какого-то небольшого агроного предприятия, там, ну не знаю, в Строжиловском районе, у вас есть там несколько сотен гектаров земли. Соответственно, у вас на этой земле есть люди, которые работают, у вас есть какая-то техника, есть склад посевного материала, и, в принципе, есть опытный агроном, есть механизаторы, есть механики, которые обслуживают технику, агроном, который предполагает и рассчитывает, какие культуры будут сажаться, какие культуры будут сниматься. Но в особенностях нашего менталитета, в особенности страны, в которой мы живем, очень часто техника и какие-то аграрные процессы, оставленные от руководителя достаточно далеко, они работают не всегда крайне эффективно. Очень часто у нас трактора, они пашут какие-то соседние зачем-то огороды, очень часто количество завезенного посевного материала, и когда оно уже входит в оборот, оно почему-то отличается. Цифровой дневник позволяет эти процессы все, во-первых, вести учет по ним, во-вторых, автоматизировать. То есть, возвращаясь к вам, если вы владелец этого поля, вы в любой момент видите, во-первых, наличие на складе каких-то конкретных посевных материалах, собранных, вы видите картину своих полей, фактически карту, и на этой карте вы видите распределение посадки в настоящий момент, что происходит. То есть, какие сегменты засеяны, какие сегменты предполагается сеять. Причем компьютер, искусственный интеллект, он вам советует, исходя из общего опыта, что оптимально сеять, когда сеять, подключаются все новостные прогнозы, учитывающие осадки. Возвращаясь к тракторам-роботам, может ли произойти такое, что люди на селе останутся без работы, трактористы без своего дела? Маловероятно, потому что фактически это инструмент, который позволяет увеличить достаточно сильно эффективность тех людей, которые с ним работают. Во-первых, все технологии, которые мы разрабатываем, они направлены на то, чтобы управление техникой вышло на более легкий уровень. Те же люди, которые работали с трактором, механизатором, в принципе, их работа, деятельность остается. Но за счет новых инструментов они могут работать намного более эффективно. По вашим подсчетам, по подсчетам экспертов, скажите, через сколько вы планируете уже внедрить электронные технологии, роботы в жизнь? Когда это уже будет применяться конкретно на селе, на фермах? Ну, это процесс достаточно плавный. Здесь нужно понимать, что в любом случае начинается это все с тестовых внедрений в каких-то конкретных зонах или в конкретных агросекторах. То есть конкретные технологические процессы уже в ближайший год, два, три, они будут активно очень передаваться на откуп автоматики, на откуп роботизации. Ну, допустим, если брать животноводчество, то мы с вами понимаем, что очень много уже процессов с точки зрения доидных каких-то ферм, подготовки кормов, они автоматизированы. И фактически человек, он просто выполняет там либо какие-то предписанные технологические операции уже, но не является фактически там основой этой системы. То есть совершить какую-то ошибку достаточно тяжело, потому что есть много режимов там защиты. То, что касается автоматизации полеводства, то опытная эксплуатация активно уже начнется до 2020 года. Опять же таки, нужно понимать, что первые внедрения, они всегда достаточно дорогие с точки зрения апробации технологий. Да, ведь недостаточно купить просто один трактор-робот, нужно ли автоматизировать вообще в принципе все производство, правильно я понимаю? Ну, здесь пока не стоит вопрос об автоматизации всего производства, но те же самые роботы, они влекут за собой дополнительную установку какого-то оборудования, разворачивания инфраструктуры на самой ферме. То есть, допустим, 8 роботов обрабатывают поле, один человек должен сидеть за специальным оборудованием и всем этим управлять, правильно? Ну, не совсем управлять, но фактически примерно так оно и есть, потому что полноценно полностью отдать процесс управления, если в настоящий момент возложить его на робота, и чтобы он его от начала до конца весь выполнил, пока-то не представляются возможности, потому что случаются все равно какие-то нештатные ситуации, в которые человек должен вмешиваться. Например, какие? Вот если на поле выбежало животное, дикий кабан, что робот будет с ним делать? В зависимости от того, какие стоят настройки. То есть, если у него стоит предустановлено, если это робот, который за собой везет какое-то тяжелое оборудование, и любой сбой должен повлечь за собой, в принципе, проверку всех системы внедрения, то, скорее всего, этот робот остановится, передаст на диспетчерский центр сигнал о том, что нужно проконтролировать процесс дополнительного дальнейшего запуска, и после уже там диспетчерского центра удаленного вмешивания человека и контроля всех систем продолжит работу. Что касается погодных явлений? Вот здесь достаточно уже более интересный получается фактор, потому что, допустим, сезон сбора урожая не только в нашей климатической зоне, но и в другой, он зачастую сопровождается очень сложным передвижением техники по полю. Как говорят многие агрономы, это, в принципе, сродня войне, потому что маневрировать технике, ее диспетчеризировать по полю очень сложно. Техника вязнет, буксует. И вот здесь как раз, опять же-таки, если робот попадает в какую-то ситуацию, когда он самостоятельно не может преодолеть это препятствие, либо перед ним какой-то объект, который он не может объехать, либо он понимает, что колеса повязли, и вращая этими колесами, он не может совершать движение, то есть никуда не едет. Здесь уже подключается, опять же-таки, удаленный диспетчер, выводит его в нормальный режим работы, и робот продолжает выполнять свою функцию. Скажи, пожалуйста, какие перспективы у отечественного рынка, когда все-таки внедрение произойдет, и в чем все-таки преимущество трактора робота перед отечественными, обычными, нашими традиционными машинами? Ну, если говорить по преимуществам, то здесь, в первую очередь, это эффективность использования тех ресурсов, техники, которые есть или которые внедряются. Дело в том, что роботы, в отличие от людей, могут работать без усты, там, порядка 22 часов, они всегда вовремя начинают работать, не опаздывают на выполнение каких-то там операций технологических, приходят в нормальном состоянии, что особенно свойственно для нашей агропромышленности. Кроме этого, здесь также очень важен фактор, что возможно использование таких роботизированных сельских угодий достаточно далеко от населенных пунктов. Дело в том, что в настоящий момент в России используется порядка 10-11% территории от всей страны для как раз сельского хозяйства, для полеводства. Эта площадь была достаточно сильно увеличена, ну, не достаточно, но сильно увеличена в период где-то 60-70-х годов, когда была такая прям пахота целины, но потом очень большое количество из этих площадей было заброшено. Зато этот период показал потенциал земельных ресурсов в России. И здесь как раз появляется возможность, с одной стороны, ввести в оборот очень большое количество земельных ресурсов, которые достаточно далеко находятся от существующих аграриев. Ну, потому что если у вас поле от ближайшей деревни находится там в 80-100-200 километрах, то обычно фермеры к нему относятся... Ну, такое вообще, в принципе, у нас редко где есть там и парк техники там не существует. Данная модель позволяет реализовать это достаточно быстро и закрыть эти поля. А во вторую очередь здесь, в принципе, открывается достаточно большой потенциал для как раз стран подобно нашей, где есть очень большие площади, на которых можно выращивать фактически любые культуры с очень маленькой затратной частью. То есть на глобальном рынке мы можем говорить о том, что сельское хозяйство в России можно вывести на новый экспертный уровень и фактически по ценам и по качеству очень сильно превзойти существующие аналоги. Спасибо вам за беседу. Надеюсь, что увидимся с вами уже скоро на испытаниях. Телезрители напомнят, что в гостях у нас сегодня был сооснователь конструкторского бюро «Аврора» Виталий Савельев. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова